Всем привет! Это проект Ютубер, и мы снова готовы вспомнить и поговорить о самых горячих событиях из жизни блогеров за последние 7 дней. Меня зовут Верик, погнали! Одной из самых обсуждаемых персон на этой неделе среди блогеров стала Саша Спилберг. В пятницу она отметила свое 18-летие. Праздник блогер провела с друзьями сначала в квест-руме, а потом в ресторане. И, кстати, в этот же день вышла премьера ее новой песни, причем сразу с клипом. Видео непосредственно связано с фильмом «Он, дракон», премьера которого состоится 3 декабря. А на предпремьерном показе уже побывали как Саша, так и ее друзья-блогеры, среди которых и Паша Микус, который в день показа праздновал свой день рождения. Также кампанию на киносеансе Саши составили Эдвард Атева, Валерия Любарская, Макс Брандт, а также Карина Каспарянц и Юлия Пушман. Кстати, кроме Саши Спилберг и Паши Микуса, свой день рождения на этой неделе праздновали Костя Павлов и Эдвард Атева. Наши поздравления блогерам! Эльдар Джарахов выпустил новое видео «Метр без кепки», и видео было просто-таки переполнено анонсами. Во-первых, блогер поделился со зрителями отрывками сразу трех новых треков успешной группы. Кроме того, Эльдар рассказал, что уже скоро едет в очередной тур по Сибири с программой «Метр без кепки». И напоследок, он анонсировал финал успешного рэп-баттла, который состоится уже в декабре этого года. Кстати, один из треков успешной группы был презентован в конце недели, причем сразу с клипом, в рамках проекта от известного бренда техники. По условиям шоу, блогеры были заперты в полностью белой комнате на 60 минут и должны были снять интересный ролик на два новых смартфона. В итоге, ребята сотворили интересный трек. Совместимы, как и ты, и ты, одни понты, уйди с пути или улети, не тяни, я впереди, ты в тени, потому что стоишь позади. Дурак. Кстати, ведущим этого шоу стал Стас Давыдов, и теперь он по очереди будет запирать блогеров в пустой комнате и проверять их креативность. А следующими, кому предстоит принять участие в испытании, будут Ян Лопатков и сын Антона Реваля Степа. Но не только этим шоу отличился Стас Давыдов. Сегодня ночью вместе с ребятами из This is Хорошо они создали сайт VikiTix. Это свободный справочник по проекту, который может редактировать и дополнять каждый. За пять лет существования канала у ребят скопилось много чего интересного, но времени заняться этим катастрофически не хватает. Поэтому парни решили доверить наполнение сайта своим зрителям. Катя Клэп рассказала, что ей предложили съемку для мужского журнала, Галина Ровер появится в декабрьском номере L, а Роскомнадзор блокирует песни Михаила Савергона. Как показали события, эту неделю, чтобы создать реальное великое противостояние между блогерами, достаточно нескольких предложений. Катя Клэп на своем твиттере поделилась новостью о том, что удалила зуб мудрости. И вроде бы ничего особенного, вот только блогер пошутила, что теперь без зуба мудрости может начать снимать теги и летсплеи. А после того, как техноблогер Вилсаком написал, что главное, чтобы не начала снимать вайны, Катя ответила, мол, тогда не зубы нужно удалять, а что-то делать с мозгом. Это задело Пашу Микуса, который также ответил под колом. В интернете сразу же появились горячие обсуждения по поводу вражды между блогерами, но Паша Микус уже через пару часов написал, что никаких злых умыслов в этих твитах не было, и это просто обмен мнениями. Каналу Лиз ТВ исполнилось 5 лет. Это событие создатели проекта Костя Павлов и Макс Бранд отметили праздничным выпуском, в котором читали письма зрителей, вспоминали разные интересные истории, связанные с проектом, и главное, от души благодарили своих фанатов за поддержку и доверие. Спасибо вам за то, что вы все эти 5 лет с нами. Честно, мы вас очень любим, ведь если бы не вы, не было бы канала Лиз ТВ. А за пару дней до этого выпуска вышел пятый подкаст рубрики «Один день». Это тревел-проект, в котором дуэт ютуберов путешествует по разным городам. И за один выпуск они пытаются рассказать о самых красивых местах, причем на осмотр всех достопримечательностей одной локации у них есть всего лишь 24 часа. Интересная альтернатива другим проектам о путешествиях, к примеру, «Орел-решка» или «Моран Дэйс»? Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, интереснее всех рассказывает о других странах. А я пока расскажу о зарубежных ютуберах. Невероятный успех клипа «Hello!» от «Адель» продолжается. Чуть больше месяца понадобилось видео на ютуб, чтобы заработать 5 миллионов, 555 тысяч и 555 пальцев вверх. И уже на днях там будет 555 миллионов, 555 тысяч и 555 просмотров. Кстати, по лайкам клип занимает уже третье место среди всех роликов в сети. Впереди только «Gangon Style» и трек «Виз Халифа» «When I See You Again», который является саундтреком к фильму «Форсаж 7». Каспар Ли рассказал в своем твиттере, что их совместный фильм с Джо Сагом «Hit the Road» занял первую позицию среди самых популярных ТВ-шоу на iTunes, оставив за собой сериал «Игра престолов», а также реалити-шоу «Keeping Up with the Kardashians». Ну а сейчас самое время объявить итоги нашего розыгрыша. Сигны от «Агни и огонек» получает Степан Ткачев и Лиля Агафарова. Сигны от «Юлии Годуновой» Алина Орлова и Полина Ефремова. А эксклюзивный портрет от «Аурт 2D» получает Анастасия Тодоренко. И самое время объявить новый конкурс. В этот раз мы разыгрываем две футболки от ютубера с автографом Нюты Байдавлетовой. Именно Нюта сейчас украшает аватар нашего сообщества, но это не единственный наш сюрприз. Угадайте, фото какого влогера будет следующим на нашей Аве? Делайте репосты этого видео вконтакте, ставьте лайки для улучшения кармы и подписывайтесь на канал. Возможно, именно ваше имя будет среди победителей. Это был проект «Ютубер», меня зовут Эрик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok